Прошу, если женщина, гнойное выделение мужчины, облизнет языком, даже в этом случае она не отдаст должное право мужу. Он говорит, есть такой хадис. Господин Джанир, назовите источник. У Ахмада ибн Ханбале. А что вы знаете о достоверности предания? Братан, послушай, ты говоришь о достоверности. Вы можете так сказать, когда эта программа начиналась, если бы я сказал, я буду приводить столько из Бухарии муслима? Слабый или отвергнутый ревает. Вот честно, вам не стыдно? А чего стесняться? Никто даже не назвал это хадисом. Подождите, никто даже не назвал это хадисом. Слабый хадис – это не невыдуманный хадис. Вам не стыдно людям преподносить это как хадис? Зачем стесняться? Человек, который пересказал это, Ахмад ибн Ханбаль, почему он не стеснялся, когда приводил это? Или же Абу-Дауд? Почему вы им не говорите? Не стыдно разве было? Подожди, подожди, я услышал вас. Минуту, я отвечу. Итак, ни один человек, который в полной мере обладает своим разумом и умеет рассуждать, каждое предание, которое он увидит у Абу-Дауда или имама Ахмада, никто не говорил, что они достоверны или же, что им можно верить. Это первое, что вы вообще должны принять. Вот вы теперь и сами стали отрицающим хадисы. Я не отрицаю хадисы. Вот здесь и понятно, что вы не разбираетесь. Ни у одного хадиса Веда вы не услышите подобное. Здесь становится ясно, что вы вообще не разбираетесь. Увидел хадис у Ахмада ибн Ханбаль, давай. Это постыдство. У муснада имама Ахмада… Я достоверный хадис тоже приводил. Вот я и даю ответ на те хадисы, которые приводили. Вы предполагаете, что ответили на те вопросы? Говорите о исцелении на крылышке мухи. Ну, исследуй этот момент. Я исследовал, я знаю. Что ты знаешь? То, что оба крыла мухи ничем не отличаются друг от друга. Откуда ты знаешь? Что ты читал? Ну, пусть тогда придет сюда один биолог. Пожалуйста, я прошу. Я тоже прошу, приведите сюда. Да, пусть придет биолог, даже международный пусть придет. Мушрики тоже делают авиль. Это не вопрос авиля. Чтобы идолы стали посредниками. Я вам говорю, приведите сюда биолога, международного, из запада и из востока. Вот это и есть симпозиум господина Абубакира. На этом ограничивается его научность. Хорошо, я услышал вас. У вас перед глазами занавес. Ты будешь просто повторять заученное. Я ответил на вопрос. Я тоже самое думаю про вас. Говорит, я увидел хадис у имама Ахмада. Если этот хадис принят как достоверный, вот тогда будем говорить о нем. А если он не достоверный? Я повторюсь. Но тогда скажите, что любой не сахех хадис все отвергаются. Что сказать? Что кроме слабого хадиса ничего не принимается. Когда я такого сказал? Пардон, я извиняюсь. Кроме достоверного, то есть? Да. Из хадисов, которые не являются достоверными, решение не выносится. Нет, понятно, что и так этот хадис не хукма. Когда говорят хукм, вы понимаете фигх. Вот это и есть пример твоего понимания. Я говорю, что относительно этого предания я ничего не могу сказать. Ну зачем тогда, чтобы песни петь, что эти хадисы пишут в книге, если никакое решение из них не берется? Зачем тогда он стоит у Абудауда? Когда вы читаете хадисы из Абудауда, разве не перепрыгиваете через него? Нет, я не перепрыгиваю. Почему тогда? Вы не знаете усуль, методологию хадиса, анализ, давайте я вас научу. И вот вы не знаете. А вам надо выучить логику. Из-за того, что у вас нет базовой логики, например, я задал вам вопрос. Зачем Абудауд написал этот хадис в своей книге? Ответа нет. Не знаете. А какая разница, для чего написал Абудауда это? Так не бывает, дорогой человек. Вот точно так же про обрезание женщин. Выучи, потом приходи. Ни один хадисовед, когда составлял книги из хадисов, не говорил, что возьмите эти хадисы, они все от пророка. И вы этого не знаете? Пожалуйста, пойди учись. Учи историю хадисов. Подожди, подожди секунду. Если бы я говорил, что когда приду сюда, буду только достоверно хадисов говорить. Зачем тогда говоришь о слабых? В чем тема вообще? Дорогой человек, слабый хадис, слабый. Предложите Дионету, чтобы слабые хадисы… Я много чего говорю им, вы не переживайте. Предложите Дионету, чтобы они убрали эти хадисы из книг. Доброе утро, они много чего делают. Вот что вам нужно выучить. Хотя бы, хотя бы, как имеющий честь, ориенталист. Изучите методологию источника. Изучите особенности этих книг. Вы не переживайте, я знаю эти особенности. Не знаете, господин Джанер, не знаете. Давайте не будем базар устраивать. Вы не знаете особенности книг. Не знаете, для чего написаны. Не знаете положение хадисов, которое написано в этих книгах. Не говорите о хадисах тогда. Смотрите, когда вы сказали, что хадис слабый, разве я сказал, что он достоверный? Тогда зачем разговаривать? Вас обсмеют. В слабом хадисе они преподносят, как будто это сказал сам пророк. В книгах, которые написаны про женщин, эти хадисы преподносятся как достоверные. Вы что-нибудь говорите про эти книги? Вы человек, как выносящий решения из Корана. Вам не стыдно следовать за этим человеком? Почему не уточняете? Это красит разве вас? Вы сами людям преподносите, как будто это достоверные хадисы. Не стыдно это делать? Господин Жанер, вы не разбираетесь, признайте это. Нет, я все знаю. Пойдите, выучите арабский язык сначала. Я работаю над тафсировыми системами, кто знает арабский язык, так что не надо. Если вы, как ориенталист, уважаете это, если вы, как ориенталист, уважаете свою работу, идите учите арабский язык. Мы здесь не для того, чтобы определить имама в мечети Сулеймания. Мы говорим о науке. Основа этой науки – арабский язык. Я – религиозный философ. Я тебе и так не говорю, стань имамом. Ты не сможешь им быть. Так хотя бы выучи арабский язык. Арабский выучим, иншалла. Я даже с таким арабским могу найти противоречия в ваших словах. Перенимайте хотя бы у ориенталистов совесть и уважение к науке. А, это вы сначала у них переняете. Я, хвала Всевышнему, не учу ничего у ориенталистов. Я смотрю на источники. Дорогие братья и сестры, очередной сбор на шесть новых водяных скважин закрыт. Все отчеты по ниже указанной странице. В преддверии месяца Рамадан мы планируем закупить 500 экземпляров Священного Корана и положить их в мечеть пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, которую посещают очень много людей каждый день. А также построить еще семь водяных скважин для нуждающихся в воде. Только представьте, вы спите или вас уже нет живых, а награда записывается вам непрерывно. Не пропустите такую возможность, отправив на сбор хотя бы 10-20 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok